Кашмирский волшебник В давние времена у одного шаха была красавица-дочь. В нее влюбился сын одного бедного дыхканина. Не стал он долго раздумывать и послал сватов в царский дворец. Посмеялся царь, поудивлялся, Как это бедняк осмелился свататься к его дочери и ответил, Ладно, если выучится ремеслу, которого нет на свете, Тогда выдам я за него дочь. Бедняк решил тогда научить сына разным ремеслам, Повел его в дом одного проживавшего в том городе И славившегося своим искусством кашмирца, И отдал к нему в ученики. Только на самом деле кашмирец никого и ничему не учил, А своих учеников морил голодом, и они умирали. У кашмирца была дочь-волшебница. Увидела она сына бедняка, Понравился он ей очень, И, спрятав его тайно от отца, Она начала обучать его всем ремеслам, Которые знал кашмирец. Много ли, мало ли прошло времени, Пришел бедняк за сыном. А юноша чего только не знал. Очень довольный, он вернулся в дом отца И рассказал, чему его обучили. Бедняк похвалил его и с грустью сказал, Поздравил бы я тебя, Устроил бы пир и созвал бы друзей, Но, увы, дома нет и ложки муки, И горсти риса. Совсем мы обеднели. А юноша научился у дочери Кашмирского волшебника Не только разным ремеслам, Но и всяким тайным заклинаниям. Не печалься, отец, сказал он, Я превращусь сейчас в горячего скакуна, А ты отведи меня на конский базар И продай за тысячу золотых, Вот у нас и будет чем жить. Когда юноша уходил из дому, Кашмирский волшебник увидел его в окно, Страшно разозлился и решил При первом же удобном случае погубить. Юноша прочитал заклинание И превратился в скакуна. Бедняк повел его на базар И продал царским конюхам, А когда старик вернулся, Видит сын уже дома. Удивился бедняк И сильно обрадовался. Хорошо бы нам достать денег, Землю купить, Сказал он. Ладно, ответил юноша. В следующий базарный день Юноша обернулся большим верблюдом. Бедняк повел его на базар продавать. Верблюда увидел Кашмирец И сразу догадался, что это юноша. Тотчас же он его купил И привел домой. «Неси нож!» Приказал он дочери. Но дочь сразу догадалась, В чем дело. На то и была она волшебница. «Отец, я не знаю, Куда девался нож. Дайте я подержу верблюда, А вы сами, пожалуйста, Поищите его!» Отец дал дочери подержать верблюда, А сам пошел за ножом. Девушка выпустила из рук повод. Юноша произнес заклинание, Обернулся голубем и улетел. Кашмирец обернулся беркутом И полетел за юношей. Но только он нагнал его, Как тот обернулся лягушкой И шлепнулся в болото. Кашмирец превратился в цаплю И принялся тыкать носом в воду, Искать его. Только он хотел схватить лягушку, А она обернулась перепелом И улетела. Старик стал соколом И бросился догонять. Едва он догнал перепелку, Как она залетела в дворцовый цветник И распустилась пышной розой. А так как цветущих роз В цветнике было полным-полно, Кашмирец никак не мог разобрать, Которая из них сын бедняка. Недолго думая, Кашмирец обернулся соловьем И запел. Услышав соловьиные трели, Царевна вышла в цветник И пораженная красотой розы, В которую обернулся юноша, Срезала ее И поднесла своему отцу шаху. Кашмирец обернулся музыкантом И заиграл на рубабе Певучую мелодию. Очень она понравилась шаху. Похвалил он музыканта За его искусство. Тогда коварный кашмирец Попросил в награду розу, Которая была в руке шаха. Но шах не дал ему розу. Снова кашмирец попросил И снова шах не дал. Когда же кашмирец попросил В третий раз, Шах рассердился И ударил розой об землю, И тогда она рассыпалась Просяным семенем. Кашмирец обернулся курицей И стал клевать проса. Быстро подобрала курица Все проса, Но в кауше у шаха Застряло одно Просяное зернышко. Обернулось оно Большим котом. Кинулся кот на курицу, Съел ее со всеми перьями И обернулся сыном бедняка. Встал и поклонился шаху. Поразился шах Такому чудесному искусству Сына бедняка И согласился выдать За него царевну. Сорок дней И сорок ночей Шел пир, Какого не знали в мире. Так сын бедняка Достиг своих желаний. Стил Пантера представляет На русском языке Сказки Пушкина Для детей и взрослых Три девицы под окном Пряли поздно вечерком. Кабы я была царица, Говорит одна девица, То на весь скрещенный мир Приготовила б я пир. Басни Крылова Знаменитые и неизвестные. По улицам слона водили, Как видно на показ. Известно, что слоны В диковинку у нас. Так за слоном Толпы зевак ходили. На узбекском языке Узбекские народные сказки Аудиопродукцию на любой возраст и вкус Вы можете приобрести В сети магазинов «Оскар». Следите за новинками. Посетите наш сайт www.audiobook.us Всегда с вами Стил Пантера.